Здесь ребята, которые сегодня участвуют, которые сегодня не смогли принять участие в этом чемпионате, потому что других чемпионатов множество. Десятки тысяч ребят идут по программе футбол в школы, просто играют в футбол, потому что им это нравится. Это здорово. В соревнованиях приняло участие 8 команд. Перед началом футбольного торжества ребят напутствовали известные в прошлом футболисты Евгений Алдонин, Георгий Щенников, Александр Мостовой, теннисистка Анастасия Пивоварова и известный в прошлом тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев. Когда я получил приглашение, я узнал, что за турнир, но не имел права отказаться, потому что это святое дело. Таких людей, которые сегодня, детишек, которые участвуют в этом турнире, ну их, конечно, надо поддерживать, их надо направлять как-то, их надо занимать чем-нибудь. Пока у нас столько много детей в интернатах, столько много детей, которые не имеют родительской ласки, взрослого какого-то такого внимания, эти турниры всегда будут. И они чем больше, тем лучше для детей, тем лучше для нас это наше будущее. В каждом матче шла по-настоящему спортивная борьба. Все команды были настроены только на первое место. Огромные положительные эмоции от турнира и от увиденного на поле получил Александр Мостовой. Дети любят футбол, поэтому, чтобы они продолжали это любить, у кого-то получится, у кого-то нет, это всегда. В жизни любого спортсмена такое происходит. Поэтому главное, чтобы получали удовольствие от общения, от этой игры. Мы видим, что все довольные, бегают, кричат, шумят. Вот это самое главное для детей. Потому что я, в принципе, тоже рос далеко от Москвы, поэтому все, что связано с таким возрастом, это вот я себя вспоминаю, потому что у нас много ребят было тоже, как бы, из детских домов, из ребят без родителей. Поэтому я, как бы, в этой сфере, как бы, все время крутился. И, поэтому, конечно, мне не всегда, как бы сказать, приятно это вспоминать, потому что непросто. Это непросто, да, в той жизни было. Поэтому я рад, что вот у этих детей есть вот такие условия и такие возможности заниматься таким видом спорта. Помимо звезд футбола, в Воронеж приехала известная в недавнем прошлом теннисистка Анастасия Пивоварова. Со звездами футбола спортсменку связывают долгие годы дружбы, любовь к детям и общее увлечение падал теннисом. Как только Анастасия поступила предложение стать амбассадором данного фестиваля, она сразу же согласилась. Только с позитивными эмоциями мы счастливы, рады. Здесь такое состояние души очень приятное, солнышко светит, и ребята все с восторгом смотрят на нас, идут сфотографироваться. Некоторые чуть-чуть стесняются, зажатые, но хочется всем поднять настроение, каждого буквально обнять, но времени, наверное, не хватит, чтобы это сделать. В завершении турнира у ребят состоялся матч против звезд спорта. Самые активные участники получили медали и кубки. Для детей я думаю, что это в первую очередь вдохновение, потому что они видят, что мы готовы полностью отдаться, дать всю энергию, которая у нас есть, наши знания для этих замечательных детишек. И они понимают, что они особенные, что вот чемпионы близко, рядом, их можно пощупать, и что вот эти трофеи, они кажутся чуточку ближе, когда ты соприкасаешься вот с такими легендами спорта. А для самих наших легенд спорта, я думаю, что это в том числе возможность передать свои знания, делиться. Почаще бы таких турниров. Конечно, благодарность руководству вашего города. И сам Воронеж мне нравится, никуда не денешься. Я двойную цель преследовал сделать полезное и сделать приятное для души, посмотреть в очередной раз хороший город Воронеж. Турнир никого не оставил равнодушным. Помимо радости, улыбок детей и от общения с легендами спорта, он еще раз доказал, что Воронеж является крупным спортивным городом Черноземья. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал Воронеж.